Здравствуйте, меня зовут Наталья Апара, в прямом эфире итоги на телеканале Репортер. Украинская морская партия выдвинула своего лидера Сергея Кивалова к кандидатам в мэры Одессы. Заявление прозвучало на конференции политической силы. Ранее Сергея Кивалова поддержали трудовые коллективы Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета, а также Союз ветеранов Афганистана. На конференции Украинской морской партии Сергей Кивалов также представил членов команды, которые будут защищать интересы жителей региона в городском, областном и районных советах. Более подробно о важном событии смотрите в материале итоги недели. На конференции Украинской морской партии Сергея Кивалова, которая уже традиционно прошла на одесском побережье, было принято важное для нашего города и региона решение. Политическая сила выдвинула своего лидера Сергея Кивалова к кандидатам в мэры Одессы. Кандидатура почетного гражданина Одессы и Одесской области была поддержана всеми делегатами и членами партии. Я уверен, что мы не только спасем Одессу, но и сделаем ее лучше. Поэтому я отдаю свой голос как гражданин Одессы на выборах мэра города за Сергея Васильевича Кивалова. Я поддерживаю предложение о кандидатуре Сергея Васильевича Кивалова на пост Одесского городского головы. Почему? Потому что человек на протяжении всей своей жизни доказал, последовательно доказывал и доказал, что это системный человек, это стратег, это человек с гражданской позиции. Сергей Васильевич собрал большую хорошую команду. Мы не предлагаем какое-то примарное майбутнее. Мы не просим доверьте нам доделать наши делишки. Мы говорим, у нас есть история успеха, и мы хотим, чтобы эта история успеха была доступна всем жителям нашего города и нашей области. Я думаю, что Сергей Васильевич это как раз тот лидер, который может нас привести как раз к тем решениям, которые сегодня действительно так нуждается наша страна. Нет сомнений в том, что Сергей Васильевич, вам удастся по-новому взглянуть на город Одесса, организовать в городе великолепные те программы, которые вы сегодня озвучили. Я хочу заверить в том, что наш коллектив вас поддерживает, мы с вами и надеемся на победу. Такой человек достойный и должен быть головой, мэром нашего города. Когда заходишь на территорию Академии, видно, что здесь сделано качественно, надежно и на долгие годы. Я думаю, что так же будет и с Одессой. Сергей Кивалов, от Украинской морской партии на посаду Одесского міського головы на выборах Одесского міського головы 25 жовтня 2020 года. Кто за, прошу голосовать. Кто против, одноголосно. Напомню ранее, Сергей Кивалов в качестве кандидата на пост Одесского городского головы поддержали трудовые коллективы Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета, а также областная организация ветеранов Афганистана. Спасибо, дорогие друзья, за высокое доверие, которое вы оказали мне сегодня. Я благодарен каждому, кто принимал участие. Я благодарен коллективам и Международного гуманитарного университета, и Национального университета и Юридической академии. Всем одесситам, которые неравнодушны и которые сегодня поддержали меня на должность Одесского городского головы. Сергей Кивалов на конференции представил команду, которая вместе с Украинской морской партией будет менять к лучшему не только город, но и самую большую область страны. Кандидаты от полицилы поборются за доверие граждан в каждом районе Одесского региона. Это профессионалы, которые знают свою улицу, город, райцентр, громаду и не боятся смелых и решительных шагов. Мы знаем точно, что мы должны сделать, но и самое главное, у нас есть команда. Командой заходим и полностью меняем весь состав совета, исполнительные органы, потому что мы идем профессиональной командой. Мы заходим с теми людьми, которые являются специалистами в области культуры, образования, в области жилищно-коммунального хозяйства, в области здравоохранения. То есть вот команда, которая сегодня собрана вокруг Украинской морской партии, она способна сегодня взять на себя ответственность по управлению городом и областью. Во всех уровнях мы будем бороться за власть, за вхожение в советы. Почему мы это делаем? Потому что назрела такая необходимость. С каждым годом наше государство беднеет. С каждым годом наша область становится беднее и беднее. И жители живут все хуже и хуже. Сегодня действительно важный исторический момент не только для Украинской морской партии, а также и для всей Одессы. Потому что сегодня выдвинули кандидатом на пост мэра Одессы Кивалова Сергея Васильевича. Это главное событие, которое сегодня было. Была утверждена программа партии. Программа партии у нас кардинально не меняется. Эта программа нацелена на улучшение жизни одесситов, на улучшение инфраструктуры и в целом на благосостояние города. Только профессиональный подход к делу даст результат. И город Одесса выйдет из того запущенного состояния, в котором она находится последние годы, убежден кандидат в мэры, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Одесса – город колоссальных возможностей, но с бедным населением, разрушающимися домами, дырявыми коммуникациями и бездеятельными чиновниками, которые заняты распродажей коммунальной собственности и разворовыванием городской казны. Бюджет города сегодня 10 миллиардов, напоминает Сергей Кивалов. Ни один мэр Одессы не имел в руках таких огромных ресурсов. Но никто из одесситов не почувствовал улучшение жизни благодаря такому бюджету. Сегодня нужно спасать город от непрофессионалов, из-за которых о Южной Пальмере у всех, как у местных, так и туристов, создается впечатление неухоженной, грязной и разрушенной провинции. У нас есть целая программа выхода из той ситуации, которая сложилась, вот та критическая ситуация, которая накопилась за последние годы. И мы знаем самое главное, что делать. Идем и с картой одесситов, что пенсионеры, они обязательно должны быть поддержаны городским советом. Мы обязательно должны распределить и каждый, кто получает мизерную пенсию, должен ежемесячно из бюджета города получать полторы тысячи. Если говорить о социальной программе, мы должны все сделать, чтобы в транспорте и пенсионеры, и дети ездили бесплатно. Я думаю, что это тоже самое важное направление. Вы знаете, я уверен в успехе Украинской морской партии Сергея Кивалова. Почему? Потому что здесь собран коллектив профессионалов. Здесь есть люди, которые отвечают за медицину, за спорт, за развитие инфраструктуры, за культуру, за образование, за многие другие аспекты. Знаете, когда собралась такая команда единомышленников, команда профессионалов, конечно, партия, зайдя в областной, в районный, в городской советы, она будет делать все на благо города, района, области. Главная задача, которую ставит перед собой Украинская морская партия Сергея Кивалова – это защитить человека. За 20 лет работы Украинская морская партия воплотила в жизнь сотни социальных программ. Более 200 тысяч одесситов получили бесплатную юридическую помощь. Только за последние годы тысячи одесситов получили бесплатные стоматологические услуги. В первые дни пандемии, когда власть демонстрировала полную растерянность, при поддержке Украинской морской партии был создан Центр по борьбе с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защита от пандемии COVID-19, в котором тысячи одесситов смогли бесплатно сдать тесты и получить иммунные паспорта. Все, что делает Украинская морская партия Сергея Кивалова, все можно увидеть воочину. Это университеты, это колледжи, это школы, это спортивные площадки, это медицинские проекты, это университетская клиника, Центр противодействия коронавирусу, бесплатное тестирование жителей Одессы и Одесской области. Это все то, что сегодня уже реально работает. Это очень устойчивые проекты, которые дают огромное количество и рабочих мест, которые формируют интеллектуальную элиту нашего общества. Это то, чем мы действительно гордимся. Сегодня, благодаря команде Украинской морской партии, во главе с ее лидером Сергеем Сичем Киваловым, мы видим проекты, которые зарождались в Приморском районе. Все социальные, важные для одесситов, это и бесплатная юридическая клиника, это и Центр по борьбе с коронавирусом, которые сегодня успешно ретранслируются на весь город, которые успешно сегодня переходят на всю область. Сегодня этот бесценный опыт, который был приобретен, мы его распространяем на весь город. И сегодня одесситы это поддерживают, и сегодня одесситы в этом нуждаются. Дальнейшее развитие социальных проектов – приоритетное направление Украинской морской партии Сергея Кивалова. В полициле знают, как обезопасить Одессу от новой волны пандемии. В случае ужесточения карантина и закрытия предприятий в городе будет принята программа финансовой поддержки на случай потери работы. В реальных планах – открытие сети социальных столовых, в которых одинокие старики и неимущие граждане смогут регулярно получать бесплатные горячие обеды. Также будет открыта сеть муниципальных аптек, в которых лекарства первой необходимости будут на 50% дешевле. Я заявил и заявляю, что мы будем жестко требовать, в первую очередь, социальные вопросы для ветеранов, для пенсионеров, для детей, для инвалидов, для чернобыльцев. То есть эти люди заслужили сегодня, чтобы государство повернулось к ним лицом и сказало, спасибо вам, это золотой генофонд, спасибо вам, этим людям, которые сделали эту жизнь, сделали, построили. Вот, и мы продолжаем жить, понимаете, и мы не имеем права не обращать внимания на этих людей, мы в первую очередь должны им сегодня помочь. Главные цели, они были и поставлены о том, что это забота о людях, о ветеранах, о подрастающем поколении, о безопасности людей. Вот эти основные месседжи, которые нужно довести людям, и чем это будет проще сделано, чем это будет доступнее, тем люди будут надеяться, и мы их не подведем. Поддержка образовательных проектов – еще один важнейший приоритет Украинской морской партии Сергея Кивалова. Тем более, что в команде достаточно профессионалов, которые могут развивать это направление. Лидер партии Сергей Кивалов защитил и сохранил профессионально-технические училища и колледжи. С командой единомышленников 23 года назад был создан Национальный университет Одесская юридическая академия, ведущий вуз страны, который сегодня является одним из лидеров образования не только в Украине, но и Европе. 18 лет назад был создан Международный гуманитарный университет, который сегодня является одним из лучших вузов страны, в котором учатся студенты из 48 стран мира. Для нас это большая радость, и мы уверены в том, что в будущем Одесском городском совете фракция Украинской морской партии будет делать все для того, чтобы развивать образование. Мы, как коллектив Международного гуманитарного университета, знаем высокие менеджерские качества Сергея Васильевича. 18 лет назад абсолютно с нуля было создано учебное заведение Международный гуманитарный университет, который сегодня является самым крупным налогоплательщиком среди учебных заведений в Одесский городской бюджет. Поэтому мы уверены, что все то, что делается в нашем университете, сможет трансформироваться и сможет влиять на все образовательный такой пул, который есть сегодня в городе Одесса. 2020 – знаковый год для всего регионального школьного образования, без единой копейки бюджетных средств. В самое трудное для страны время при политической поддержке Украинской морской партии была возведена Международная академическая школа Одесса. В то время, когда президент Украины говорит о том, что в далекой перспективе каждая школа будет иметь по бассейну, по предложению инициатора создания уникального образовательного учреждения Сергея Кивалова, уже сегодня, не дожидаясь светлого будущего, были построены два бассейна, крытый спортивный комплекс, киноконцерт-холл на тысячу мест. Этот проект является лучшим. Я думаю, что все то, что сегодня мы сделали, это гордость не только нашего города, но и всей страны. Украинская морская партия не остается в стороне от решения важнейших гуманитарных вопросов. Защита русскоязычного населения остается одной из главных задач политической силы. Пока власть имущие набрали воды в рот, Украинская морская партия становится на защиту своих избирателей. Неотъемлемое право говорить на родном для большинства одесситов языке Украинская морская партия Сергея Кивалова отстаивает даже тогда, когда русский язык лишили статуса регионального, а городская власть это решила не замечать. Юристы Украинской морской партии подали апелляционную жалобу в Пятый апелляционный административный суд и будут добиваться справедливого решения. Наше право говорить на том родном языке. Я удивился, что вот в последнее время было заседание окружного административного суда и иск подала прокуратура и город не смог защитить, не смог отстоять интересы одесситов. Делегаты конференции выразили поддержку не только лидеру партии Сергею Кивалову. Программа полицилы разработана так, что учитывает интересы каждого гражданина, нуждающегося в помощи и поддержке. Благосостояние жителей Одессы и Одесской области – успех всего города и региона. У представителей Украинской морской партии, кандидатов в местные органы власти, плачевное состояние Одессы, да и всей области вызывает сожаление. Оставаться в стороне нельзя. Я хочу выразить огромнейшую благодарность нашему лидеру Сергею Васильевичу Кивалову за оказанное ему доверие. Я хочу сказать, что перед нами стоит очень большая задача. Одесса, она действительно в очень плачевном состоянии. И мы просто обязаны сделать и приложить максимальные усилия для того, чтобы Одесса развивалась и Одесский регион становился еще более-более лучшим. Вы знаете, сегодня нужно сохранить Одессу и сегодня нужно думать о развитии Одессы. Для Одессы это очень важно, чтобы был избран человек, который умеет править, это от слова принимать правильные решения и нести ответственность. Я очень люблю слово руководить, потому что это люди, которые умеют водить руками. А тут нужно принимать правильные стратегические решения. Сергей Васильевич – это кризисный менеджер. Я всегда об этом говорила, потому что все, что он берется, он всегда доводит в короткие сроки до конца. У нас преимущество, потому что у нас лидер хозяйственник, одессит, партия одесская. Я считаю, что именно украинская морская партия должна представлять в Одесском городском свете и на всех уровнях наших областных районах. Мне кажется, когда морская партия придет к власти, к управлению этого города, то город расцветет, город будет развиваться, в городе будут появляться и школы, и стадионы, и развиваться в целом. Также замечательные люди, я видела много знакомых лиц, которые имеют хороший опыт жизненный, трудовой, общественно-политический. Те люди, которые были тоже предложены в качестве кандидатов в депутаты и Одесского городского совета, и областного совета, и Одесского районного, то, что сейчас согласно нового законодательства. Ну, я надеюсь, что те люди, которые смогут победить от Украинской морской партии, они будут достойными представителями одесситов во всех органах местного самоуправления. До местных выборов остается чуть больше месяца. У избирателей есть время определиться в своих политических симпатиях. Шансом на смену элит нужно грамотно воспользоваться, чтобы не считать пять лет очередным периодом упущенных возможностей. Одесса и наша область давно заслуживают того, чтобы у власти оказались профессионалы, которым, впрочем, для начала предстоит выполнять функцию кризисных менеджеров. Украинской морской партии Сергея Кивалова к этой миссии не привыкать.